добрый день мы в офисе мейджи сангел это самый старый крупный дилер бренда кибона в японии и на экспорт к нам пришли образцы колодок вот этих вот это колодки на land cruiser 200 на lexus 570 это усиленный вариант у них идет состав такой же как кибона делают для лексуса в европе то есть для тяжелых машин для особого скоростного режима для больших нагрузок в этой коробке у нас 6 комплектов колодок сейчас посмотрим как они выглядят стандартная коробка кибона вот так она вскрывается здесь в общем сами колодки эти колодки активно поставляются нами на экспорт в принципе в каждом заказе который к нам приходит из россии или из казахстана эти колодки есть они присутствуют неоднократно устанавливали их на клиентские машины где они себя очень хорошо зарекомендовали это передние колодки номер задних и x-756 кей по моему указано какие машина не подходит вся линейка кибона которая экспортируется нами она производится только в японии сейчас мы вскроем упаковочку видите здесь так выбита кодировка это кодировка вида упаковки то есть она отображает ее но код который отвечает за размер так вот они упакованы на этой серии колодок по нашей просьбе а кибона стали уже выпрессовывать made in japan то есть это не просто не просто надпись а уже запрессована на стальной пластине да здесь очевидно присутствует больше металла чем в обычной линейке но и колодки не совсем обычные вот эти в виде места срезы на фрикционном материале видим что они еще и закалены то есть это дело для того чтобы колодки не скрипели очень тоже часто спрашиваем зачем нужны вот эти вот швы то есть они под разными углами идут на разных колодках это температурный шов то есть при перегреве фрикционного материала он начинает расширяться в объеме соответственно если вот эти вот бляхи они будут большие то они могут полопаться просто от температуры поэтому чтобы материал немножко ходил делаю такие температурные швы но опять же проверяют как они влияют на скрип делают их под разными углами и так далее ну это же очень часто на семинарах спрашиваем понимают люди зачем вот эти вот пальцы до запрессованы зачем часть колодки она запрессована в стальную плиту то есть если не дай бог колодка начинает ржаветь либо и уронили там и так далее то материал может отслаиваться вот пластины ну соответственно если материал отслоился то он просто вылетит из суппорта и колодка тормозить не будет так вот вот эти вот так называемые пальцы до фрикционные они как раз и нужны для того что даже если колодку оторвет от слова от пластины то она все равно будет дребезжать да то есть но фрикцион все равно будет работать то есть его не вырвет за счет того что он вот этими вот пальцами держится остальное основание такой вот у них большой плюс все колодки аккуратно упакованы мы видим что нету смазки никакой в окибона колодки внутри упаковки не завернуты целлофан ни в какой не в пластик все так вот они идут из японии именно японского производства также к сожалению японцы не пакуют сюда пластины все-таки пластины имеют свойства гнутся разрушаться ржаветь может быть когда-то начнут паковать как они делают на американском рынке так вот они органично смотрятся в нашем шоуруме здесь разные виды колодок мы видим что они прокрашены по-разному все зависит от требований вот на этой серии запрессована буква и так значит акибона также часто бывает и кей но прокраска по сути все зависит от требований конвейера бывает что просто идет print такие вот барабанные колодки так они выглядят также акибона производит многие элементы тормозной системы в том числе поршни направляющие ремкомплекты то есть частично мы комплектуем свою продукцию с этим также товарами от оригинальных поставщиков конвейера вот такие бона здесь их болит макларен они уже достаточно давно участвуют формуле 1 поставляют для макларена суппорт разрабатывает тормозной тормозной тормозную колодку также главный тормозной цилиндр они поставляют это суппорт макларен пиван это наверное она здесь в подарок мы получили от компании кибона этот суппорт ну и надпись о том что мы их дилер с 1976 года такая вот продукция очень высокого уровня обязательно ставьте вот эти колодки на lexus на 570 новым грузер 200 они будут работать хорошо зарекомендовались а скоро будут колодки тоже черной серии для праза я поставлю их себе и покатаюсь на них всем спасибо